Йоу, друзья, всем привет, с вами Коча. Думаю, вы все уже прекрасно знаете, что 24 июня, прямо в День Победы, как неудивительно, будет проходить суд над Романом Краснощёковым. Да-да, над тем самым водолазом, который приходил на прямой эфир к Андрею Малахову и рассказал всю правду, а именно то, как им сказали, чтобы они просто делали вид, что они ищут 16-летнего подростка Владислава Бахова. И именно за то, что данные люди сказали правду, их сейчас хотят закрыть. Вот сами подумайте, неужели действительно после данной программы Роман Краснощёков приехал домой и подумал, блин, а почему бы не хайпануть? Потом достал гранату с сарая каким-то образом. Да, у нас, наверное, каждый гражданин Российской Федерации у себя в сарае может найти гранату. И потом взял и подорвал свою собаку. И всё это ради типа хайпа, да, хотя человек даже не знает, что такое социальные сети. Ему этот хайп нафиг не нужен. И также хотят сейчас завести второе уголовное дело на ещё одного водолаза. Вот людей просто хотят закрыть. Ой, извиняюсь, даже не водолазов, да, они же теперь не водолазы. Их же уволили за то, что они сказали правду. А не на программе ли Андрея Малахова заявляли, что их не уволят за то, что они пришли и рассказали правду. А теперь помимо того, что этих людей уволили, их ещё теперь хотят закрыть за то, что они рассказали правду. У нас, знаете, просто в России любят сажать людей за то, что они говорят правду. И я лично призываю всех людей, которые меня смотрят и живут на территории Российской Федерации, которые интересуются делом Владислава Бахова, приехать 24 июня на суд и поддержать Романа Краснощёкова. Я сам лично приеду. И, конечно же, я хочу обратиться к Андрею Малахову. Андрей, эти люди пришли к вам на передачу. Сейчас одного из них хотят закрыть за то, что он сказал правду. На вашей же программе им обещали, что их даже не уволят. А в итоге их уволили и теперь хотят посадить за решётку. Ну, я просто хочу, чтобы вы сами лично 24 июня приехали на суд к Роману Краснощёкову. Чтобы вы показали, что вы такой же гражданин Российской Федерации, как и мы. Человек пришёл на вашу передачу. Так будьте добры, отстаивайте его права. Знаете, у меня прямо сейчас слёзы стоят на глазах. Я благодарю вас за ту смелость и какую-то гражданскую позицию, которая сегодня... Андрей, мы на протяжении уже нескольких лет боремся. Вообще вы работаете в оборудовании прошлого века. На данный момент сегодня нам уже на телефон сбросили сообщение, что с 19-го числа в наш отряд уже требуются водолаза. То есть мы понимаем, что с понедельника мы уже не будем работать. Во всяком случае у нас в студии член Совета Федерации от Смоленской области Сергей Леонов. Сергей, я считаю, что просто уже требуется, мне кажется, ваше вмешательство. Я, конечно, с этим вопросом разберусь и в том числе буду обращаться, буду в том числе к губернатору. Но, конечно, то, что вас уволили, ну, вряд ли вас уволят. Тем более, если вы сегодня на передаче будете участвовать, я думаю, что вряд ли они посмеют, потому что на следующую передачу они уже сами будут приходить. И неизвестно, будут они работать или нет сами, понимаете? И всё-таки про поиски Влада. Понятно, сейчас можем углубиться. Поиски Влада там со стороны нашего отряда, это поисками было назвать нельзя. Мы туда приехали, но мы уже готовы были отказаться, мы чисто приехали для численности. Я также хочу выразить огромную благодарность Андрею Малахову за то, что он создал такой огромный общественный резонанс в деле Влада Бахова. Ведь если бы не он, я бы сейчас не сидел бы тут и не снимал бы видеоролик на данную тему. Ведь именно после его передачи я узнал о данном инциденте. И для меня было странно, когда Андрей Малахов поудалял в своём инстаграм-аккаунте все свои посты, связанные с Владом Баховым. Поэтому, Андрей, я прошу вас не уходить с этого дела, а довести его до конца. Я думаю, теперь это дело для вас чести. Поэтому прошу вас довести дело Влада Бахова и дело Романа Краснощёкова до конца. К тому же, я думаю, что вам не будет сложно выделить один день своего рабочего времени на Романа Краснощёкова и поддержать его на данном суде. Ведь человек приехал к вам на передачу и рассказал правду, и теперь за эту правду его хотят посадить. Вы же сами на своей программе поддерживали этих людей. Теперь, может быть, нужно действительно приехать их поддержать, чтобы люди все реально охренели, что сам Андрей Малахов приехал на суд к Роману Краснощёкову, что он даже не посылал каких-то своих помощников, а что он сам лично приехал на этот суд, чтобы сама судья охренела. И, если я не ошибаюсь, от Москвы довели же ехать плюс-минус 4 часа. Поэтому, я думаю, вам это будет сделать несложно. Также я хочу обратиться к блогерам, которые снимают видеоролики по делу Влада Бахова, чтобы вы тоже не оставались в стороне и сняли видеоролик о том, что 24 июня будет как раз-таки суд над этим водолазом. И также, чтобы вы призывали своих подписчиков, чтобы они точно так же приезжали на этот суд и поддержали Романа. Также сами блогеры приезжайте, если вам это будет несложно. Я сам лично приеду. Я также призываю девушку Сашу, которая ведёт группу в Инстаграме Влада Бахова, тоже приехать на суд к Роману Краснощёкову. Не из-за того, что я ещё хочу цветы подарить, за то, что там очень сильно накосячил, а из-за того, чтобы было ещё больше общественного резонанса, чтобы было ещё больше поддержки. И на самом-то деле Саше нужно высказать огромный респект, ведь именно это были её версии, связанные со вторым шалашом и с тем, что на той поляне также присутствовал профессиональный фотограф. Братья и сёстры, ну а с вами был Кочи ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube-канал, на Инстаграм не надо подписываться, я его удалил. Жмакайте на колокольчик, потому что сейчас YouTube предка уведомляет вас о моих новых видеороликах и распространяйте данный видеоролик. Пусть россияне знают правду. И также пишите как можно больше комментариев, чтобы ролик выдвигался YouTube. Если вы хотите мне задонатить на поездку на суд к Роману Краснощёкову, то все реквизиты будут в описании. Я также хочу высказать огромную благодарность тем людям, которые уже донатили. Всем спасибо, пока-пока!